Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях пятницы 6 марта вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габиши. Чайные плантации Сочи теперь под защитой. Их признают особо ценными сельскохозяйственными угодьями. В этом году за голубой флаг будут бороться не менее 20 сочинских пляжей. Что от них требуется и почему в этом году это сделать проще? В Сочи хрустальный петушок стал обыкновенным чудом. Ежегодный фестиваль сменил название и площадку. Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Краснодарского края сделать чайные плантации особо ценными сельскохозяйственными угодьями. Соответствующая рекомендация содержится в опубликованном на сайте главы государства перечне поручений. Список задач сформирован по итогам встречи президента России с общественностью в Адыгее. Работу в этом направлении на Кубани начали в прошлом году. В правительство была направлена соответствующая инициатива. В октябре мы обратились в правительство РФ с инициативой закрепить в федеральном законодательстве статус чайпригодных земель. Но решение по этому вопросу еще не принято. Внимание президента к развитию чаеводства в Краснодарском крае дает нам уверенность, что вопрос будет решен положительно. Поручение Владимира Путина – это прямое руководство к действию для всех нас. Нам важно сохранить краснодарский чай как бренд, повысить спрос на него не только в России, но и за рубежом. Китай и Сербия уже заинтересованы в экспорте этого продукта. Краснодарский край – единственный регион в стране, где выращивается чай. Под плантациями сейчас находится около тысячи гектаров. Решение президента позволит ограничить использование чайной земли для любых других целей. При этом будет полностью исключена возможность застройки таких территорий. В свою очередь, чайные предприятия продолжают реконструировать плантации. В год восстанавливается до 100 гектаров. Заводы получают за такие работы компенсацию до 80% затрат. В Краснодаре появится единый центр управления регионом. Создание IT-кластеров обсудили в краевой столице. Совещание по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» провел губернатор края. На теме поиска и привлечения в регион умных голов и идей в области компьютерных технологий глава Кубани акцентировал особое внимание. Вениамин Кондратьев предложил создать технологичный центр, в котором можно будет собрать талантливых специалистов информационной отрасли. Так выглядят кубанские поля из космоса. Спутники передают любую информацию о сельхозугодиях края. Где и что выращивают, нужны ли удобрения и даже откуда набегают насекомые-вредители. Все эти данные поступают в центр мониторинга в Краснодаре. Полученную информацию анализируют и выстраивают в специальную карту. Вот, например, расчеты по пшенице. Соответственно, обозначен рейтинг прироста биомассы по признаку светофора. Зеленые поля – это лучший прирост, желтые поля – среднестатистический прирост. На красные поля стоит обратить внимание, что там происходит с точки зрения аграрного бизнес-процесса. Именно так современные технологии работают на человека. Этот центр спутникового мониторинга – успешный пример внедрения цифровых систем. В прошлом году АПК края даже стала одним из лидеров в отрасли по темпам цифровизации. Кубань сегодня экономически сильный и развивающийся регион. Но без современных технологий улучшить позиции во многих направлениях не получится, отметил губернатор. В целом цифра, я думаю, если мы активно будем наступать, показывать, что эта работа, это работает на людей, на экономику, на жизнь. Она также приживется и завтра никогда уже. Мы от нее не откажемся. Никогда надо просто самим в это поверить для начала. А мы сами не верим. Что может быть цифровой или электронный документооборот. Что могут уйти в прошлое эти типы бумаг, которые к нам на стол ложатся. С точки зрения нашей коллеги профессиональной работы. Что налоги могут быть на самом деле в цифре и очень прозрачные, доступные всеми. Контроль может идти очень просто. И любой может нажать на кнопочку и увидеть, какое исполнение бюджета. Кто подрядчик, кто заказчик. На какой стадии находится реализация того или иного социального проекта. Но я думаю, что здесь выгодно должно быть все равно всем нам. Если мы говорим о развитии, о качестве в том числе и жизни, и качестве управления различными процессами. Объединить различные службы края и принимать оперативные решения позволит единый центр управления. Его создадут на Кубани до конца этого года. Для жителей региона это помощь на новом уровне. Айти-специалисты смогут контролировать ситуацию с общественным транспортом, вывозом мусора и другими важными сферами. Вплоть до наличия в аптеках льготных лекарств. Ключевым элементом системы управления регионом должна стать единая система управления регионом, которая позволяет вести мониторинг деятельности всех органов власти, прогнозировать аналитику. То, что сейчас делает ни один регион. Мы предлагаем помимо того, чтобы просто знать, еще и анализировать и прогнозировать возможные ситуации, которые могут возникнуть в будущем. Чтобы разрабатывать новые информационные технологии, в помощь жителям края необходимы в том числе умные головы. На поддержку и привлечение таких специалистов акцентировал внимание глава региона. Вениамин Кондратьев предложил создать IT-кластер, в котором будут обучать новые кадры и создавать отечественные диджитал-продукты. Давайте также подойдем к IT-бизнесу, как к бизнесу. Дадим им налоговые преференции, льготы, государственную поддержку, чтобы молодые студенты, выпускники, они уже начали притирать этот IT-центр, IT-парк, только по-настоящему взрослый. Я знаю, что университет такое созданное. Давайте в промышленном масштабе создадим. Но и от вас, как от бизнеса, мы требуем отдачи, а как иначе. То есть те продукты, которые будут продаваться, потому что у нас в силу отрасли экономики, сельское хозяйство и промышленность, и санатурный курорт, и все-все-все-все, они выпускают продукты, только у каждого свои. Ваши продукты тоже продукты. И они тоже должны пользоваться спросом, быть конкурентоспособными, и вы, как бизнес, должны осваивать новые рынки. Это настолько перспективное направление деятельности, которое, исходя из выступлений, никого не вызывает совершенно никаких сомнений о важности, значимости. Единственное, что выступления, которые прозвучали, на мой взгляд, требуют определенной консолидации. Пока же в Краснодаре ищут площадку, где разместится будущий IT-кластер. Но не терять контакты с умными головами Вениамин Кондратьев просит уже сейчас. Программисты могут разработать один продукт для разных отраслей края. Например, чтобы жители региона смогли с помощью одного клика увидеть, на какой стадии строительство школы или детского сада. Спрос рождает предложение. А если у нас нет сегодня спроса, в том числе и мы, его не создаем. У нас же просто нет программ элементарных, по контролю за строительством, за текущим статусом строительства тех или иных объектов, в том числе даже социальных, школы, детских садов и тому подобное. Мы такую программу возьмем, и строительный бизнес ее возьмем. Но здесь мы должны, в первую очередь, коллеги власти, создать в том числе спрос. А с предложением, я уверен, наши ребята, айтишники, точно не заставят себя долго ждать. Не заставят. Ну давайте будем первыми, которые зададим спрос на те или иные продукты, эти продукты, на те или иные программы. И дадим им, чтобы они их разработали. И когда мы объединимся все вместе в одно сообщество, в одно, тогда на самом деле мы добьемся результата. Но говорить об умных технологиях невозможно без доступа к скоростному интернету. Передовой стандарт всемирной паутины пока дошел не во все малые поселения и станицы. До 2021 года в Крае предстоит обеспечить доступом к сети не менее 2000 объектов. В прошлом году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к высокоскоростному интернету подключили 500 социально значимых учреждений Края. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Море цветовы миллионы теплых слов. В Краснодаре сегодня прошел торжественный концерт в честь предстоящего Международного женского дня. К поздравлениям присоединились глава Кубани и председатель законодательного собрания. Вениамин Кондратьев поблагодарил всю женскую половину края за то, что они наполняют мир теплотой, заботой и красотой. Для нас на самом деле 8 марта, международный женский день, очень такой волнительный праздник с самого раннего детства. Потому что в этот день мы хотим сказать особые слова признательности, найти такие слова благодарности, теплоты нашим бабушкам, мамам, сестрам, а потом женам, дочкам. На самом деле, великое счастье, что вы, наши женщины, у нас есть, что вы всегда рядом. Рядом, даже когда между нами большие расстояния. Вы всегда рядом. Вы всегда выслушуете, поможете, подскажете, обогреете, поймете и подбодрите. В народе говорят, что за каждым успешным мужчиной, мужем, сыном стоит любовь женщины. И это действительно так. Ведь ваша поддержка дает возможность добиваться побед и каких-либо свершений. Особые слова прозвучали в адрес тех женщин, которые в годы Великой Отечественной войны наравне с сильным полом встали на защиту Родины. В тылу они стойко переносили все тяготы и лишения. Трудились и растили детей. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко, спустившись со сцены, лично вручили им памятные медали к 75-летию Великой Победы. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 6 марта 1945 года был взят город-крепость Грудзянц на нижнем течении реки Висла. Для этого войскам 2-го Белорусского фронта потребовалось две недели осады и упорных боев. Наши войска в этом городе взяли в плен больше 5000 немецких солдат и офицеров во главе с комендантом крепости и его штабом. Также захватили большое количество вооружения. Развивают наступление и войска маршала Жукова в западной Померании. Разбитые в первые дни мартовского наступления немецкие дивизии тщетно пытались пробиться на запад. Тесня противника на восток и север, части Красной армии одновременно распространялись по побережью Балтийского моря и отрезали фашистам пути отхода. Газета «Красная звезда» в эти дни писала о девушках-снайперах. За последние 10 дней они истребили более 80 гитлеровцев и уничтожили пулеметную точку врага. Всего на их счету 347 фашистов. Союзники в этот день заняли Кёльн и удерживали левый берег Рейна от Гомберга до Нейса. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 7 марта в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем 15-17 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9 градусов. В Красной поляне переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем 12-14 градусов выше нуля. В этом году за голубой флаг будут бороться не менее 20 сочинских пляжей. Напомню, в прошлом сезоне международной наградой были удостоены 13 пляжей. Их Европейский фонд экологического образования назвал самыми чистыми пляжами мира. Для получения голубого флага арендаторы пляжей обязаны установить стенды с информацией об особо охраняемых природных территориях поблизости. Если они есть, в Черном море, а также провести пять экологических мероприятий за сезон. Это может быть показ фильма, игра или конкурс. Тщательную проверку проходит и морское дно. Пробы воды должны соответствовать требуемым параметрам. Помимо чистой воды требуется служба спасения. Также должна быть организована неотложная медицинская помощь. Сейчас в Сочи продолжается конкурс среди арендаторов пляжных территорий. Всего в аренду будет сдано больше 60 пляжей. Кстати, в этом году договор со всеми арендаторами заключается на 5 лет. О нововведениях в предстоящем курортном сезоне подробно нам рассказал заместитель начальника управления курортов и туризма администрации Сочи Сергей Дамарат. Основные изменения у нас касаются сроков проведения конкурса на благоустройство наших пляжей. В этом году принято решение, что пляжи будут выдаваться сроком на 5 лет для того, чтобы у предпринимателей было и время, и возможности вложить в благоустройство пляжа и окупить свои вложения. Потому что раньше была такая практика, что для того, чтобы посмотреть готовность того или иного предпринимателя, мы пляжи отдавали на срок до 1 года. Понятно, что за этот период можно было обеспечить безопасность на пляже и какое-то минимальное требование к благоустройству. Но масштабное благоустройство пляжей сделать было нельзя в силу временных ограничений и финансовых ресурсов. Теперь эти ограничения сняты, все пляжи у нас будут выдаваться на срок до 5 лет. Таким образом предприниматели будут иметь возможность вложить финансовые средства в свой пляж и таким образом заработать деньги. А почему раньше не вышли с таким предложением? На самом деле конкурсы по благоустройству, они у нас идут уже порядка 10 лет. И в этот период времени выявлялись недобросовестные пользователи, с которыми приходилось расторгать договора. Предприниматели привыкали к изменениям в законодательстве, потому что благоустройство пляжа – это не просто выставить зонты, это необходимо также установить камеры видеонаблюдения, обеспечить безопасность, вывозить мусор и масса-масса других затрат. А люди, выходя на конкурс, считали, что благоустроить пляж – это означает просто поставить шезлонг и собирать деньги. Но на самом деле многие не справлялись с этими требованиями, поэтому приходилось с ними расторгать договора. Но теперь уже все знакомы с требованием. У нас есть дорожная карта по подготовке наших пляжей к летнему сезону. И теперь она общедоступна. Есть каталог пляжного оборудования, в котором утверждены единые формы благоустройства наших пляжей. Поэтому, когда условия уже максимально для всех понятны, и люди уже привыкли к этим нагрузкам, к этим требованиям, теперь уже мы приняли решение, что необходимо давать возможность людям на более долгий срок пляжной территории. Мы рассмотрели разные варианты, которые были предложены и активом, и архитектурой. И выбрали все-таки наиболее преимущественный белый цвет. Он себя хорошо зарекомендовал. Пляжные территории у нас будут благоустроены именно оборудованием белого цвета. Это и зонты белые, дорожки, и арари. Я думаю, что именно концепция белого цвета наиболее эффективна и наиболее привлекательна для туристов. Все требования сохранятся. Бесплатные туалеты – это обязанность наших пользователей пляжей. В этом году мы решили, что центральные пляжи, пляжи Эмеретинской набережной и все пляжи, которые находятся в центральных частях наших внутригородских районов, они должны быть уже открыты к 1 мая. Потому что мы понимаем и видим прогнозы наших туроператоров, что на майские праздники приедет много людей. Вроде и погода способствует. И мы просто обязаны обеспечить безопасность на наших пляжных территориях, но, естественно, там, где будут туристы. Поэтому одно из нововведений в этом году – это то, что все центральные пляжи нашего города будут открыты в Государственной инспекции по маломерным судам в 1 мая. Это говорит о том, что будет проверено дно, будут выставлены спасатели. Ну, понятно, может быть, оборудование будет выставлено еще не в полном объеме, но все требования по безопасности будут выполнены. У нас требования, они и так достаточно серьезные. И сохранился наш порядок проведения конкурса. То есть тот пользователь и предприниматель, который не справился со своими обязанностями, у нас будет право заключить сразу же в течение двух дней с претендентом, который получил меньше баллов. То есть за два дня мы можем, в принципе, комиссией принять решение о расторжении договора. И через два дня на этом же пляже появится новый пользователь. Это достаточно упрощает конкурсные процедуры, потому что раньше нам приходилось в период летнего сезона, если мы расторгали договор, то необходимо было подождать еще 30 дней, пока конкурсная документация находилась в общественном доступе, пока люди подавали заявки. А в разгар летнего сезона это не совсем, ну, это невозможно, потому что пляж не может в течение месяца находиться без спасателей, без присмотра. Поэтому вот нынешняя процедура, она предусматривает возможность заключения со вторым претендентом и с третьим, если второй не справится. Поэтому здесь мы тоже немножко более глубоко уже подошли к подготовке наших пляжей. Первый этап конкурсной документации мы уже выложили. Это 44 пляжа, они в общей доступности находятся на сайте администрации города Сочи. Отличительной особенностью проведения конкурсных процедур в этом году – это то, что конкурс будет проходить в электронной форме. То есть на электронной площадке люди загружают свои заявки. Это обеспечивает прозрачность проведения процедур и гарантию того, что пляж получит тот, только тот, кто получит больше всего баллов. Поэтому это тоже еще одна отличительная особенность проведения конкурса в этом году. Каждый из претендентов по определенной системе критериев набирает определенное количество баллов. Не обязательно это 100 баллов. В зависимости от того, насколько он хорошо проработал в прошлом году и насколько он планирует благоустроить пляж в очередной сезон. Тот, кто зарабатывает больше баллов, тот и получает право заключать договор на благоустройство пляжа. Порядка 81 пляжа у нас на сегодняшний день планируется предоставить от благоустройства. И осталось нам еще выложить 23 пляжных территории. Это будет уже второй этап. Я думаю, что через неделю они также будут выложены на сайте администрации города Сочи. В Сочи хрустальный петушок стал обыкновенным чудом. Ежекодный сочинский фестиваль творчества для детей с инвалидностью сменил название и площадку. Ставший уже традиционным для Сочи проект, теперь будет называться «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». Формат фестиваля останется прежним. Главная задача – помочь детям с особенностями здоровья, выявить их таланты. Однако, если ранее на сцену вместе с участниками выходили известные артисты театра и кино, певцы, художники, то теперь старшими коллегами станут артисты цирка. Изменится и место проведения гала-концерта вместо сцены зимнего театра – арена сочинского цирка. Она может вместить вдвое больше участников. Такое решение приняли организаторы конкурса на первом в этом году заседании Оргкомитета под руководством вице-мэра курорта Полины Диняк. Директор цирка нам предложила тоже очень интересный вариант – это работа с детьми из неблагополучных семей. Мы его тоже будем развивать совместно с цирком. Это так называемая анимал-терапия. Мы все знаем о том, что с дельфинами, с лошадьми имеется положительный эффект, но кроме этих животных очень положительный эффект от общения имеется и с собаками, с кошками, с различными другими видами животных и птиц. Гала-концерт городского фестиваля «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» пройдет 20 ноября в Международный день ребенка. А пока в районах будут проводиться отборочные этапы. Профессиональный мир женщины в Сочи под таким названием проходят традиционные ярмарки-вакансии. Их по всему краю проводят в преддверии 8 марта. Краевая акция «Профессиональный мир женщины» в Сочи стартовала 4 марта. Ярмарки-вакансии уже прошли в Лазаревском районе и в Адлере. Сегодня работодатели и соискатели собрались в центре Сочи. На ярмарке свои предложения по работе представили 14 работодателей из различных сфер – санаторно-курортной, учреждений сферы образования, здравоохранения, питания и ряда других. Женщинам предложили 162 вакансии – администраторов, преподавателей, поваров, официантов, горничных. Подготовлена и обширная деловая программа с обсуждением актуальных вопросов трудоустройства женщин. Могут наши женщины получить консультацию по открытию собственного дела, по профессиональному обучению, переобучению, повышению квалификации. Также сегодня все посетительницы ярмарки-вакансии смогут проконсультироваться со специалистами управления администрации социальной политики, социальной защиты, трудовых отношений. С начала года в центр занятости населения Сочи обратилось порядка полутора тысяч человек. Из них половина – женщины. Трудоустроить удалось 225 из них. В сочинских вузах и колледжах началась пора госэкзаменов. Сегодня выпускные квалификационные работы защищали будущие правоохранители – студенты Кубанского юридического полицейского колледжа. С февраля Кубанский юридический колледж стал еще и полицейским. Им переименовали учреждения в связи с тем, что сейчас здесь обучают только юристов. Специальность – правоохранительная деятельность. Нынешний выпуск Кубанского юридического полицейского колледжа – 83 человека. Большинство уже определились с работой, и все благодаря практике, которой учебное заведение уделяет особое внимание и ничуть не меньше, чем теории. Студенты долго шли к этому, прошли много испытаний, но все выдержали с достоинством. Практика является основой закрепления знаний, которые они получают в теории. И наши студенты проходят практику в подразделениях МВД города Сочи, в прокуратуре, в органах ФСБ. И нашим студентам всегда рады, их всегда приглашают. То есть есть востребованность, и наши студенты показывают хорошие результаты на практике. Как говорят студенты, ГОСом они готовились с особым волнением и ответственностью, ведь от результата сдачи выпускной квалификационной работы зависит их будущее. За это время получили колоссальное количество знаний в сфере законодательства. Очень благодарны нашим преподавателям. И это единственный колледж, который может дать именно в городе Сочи перспективы, который имеет специальность правоохранительная деятельность. Мы проходили практику в органах внутренних дел, также в следственном комитете, в федеральной службе исполнения наказаний. То есть мы для себя выявили, что из себя представляет какая структура, и уже это нас и направило на то, куда мы хотим пойти и кем стать. Получаем диплом, потом непосредственно пойдем в армию, и уже будем выбирать организацию, в которую мы можем поступить, рассматривается ФСО и Федеральная служба безопасности. Конечно, советую. Очень высоко я оценивал наш Кубанский юридический колледж, потому что здесь получаются знания практически во всем законодательстве. У нас есть и уголовное право, и гражданское право, чтобы мы знали потом и могли в любую организацию в сфере правоохранительной деятельности пойти и начать службу в органах внутренних дел. Без малого 10 лет Кубанский юридический полицейский колледж выпускает грамотных специалистов-практиков, востребованных на современном рынке труда. И скоро новый набор. Прием документов стартует 1 июня. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радисты» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова